Ученица 5 класса, школа номер 49, Ангелина Боровик утверждала, что ей, как в принципе всем, кто здесь учится, негде заниматься физкультурой. В спортзале провалился пол, и более того, в учебном заведении течет крыша. По словам мамы девочки, решение обратиться к Путину принимали на семейном совете. При этом со своей проблемой они, как оказалось, в администрации района и города не обращались. Хотели обратиться, потому что моя дочь учится в этой школе. И действительно, школа старенькая, хотели как-то ускорить чуть-чуть нам помощь в создании физкультурного зала. Два квадратных метра пола из 100 в физкультурном зале провалилось в конце прошлой недели. Директором школы была сделана заявка на ремонт, и сегодня здесь уже закипела работа. Причем не по замене провалившихся досок, а всего деревянного покрытия. При этом еще в начале года управление образования подало заявку в край на капитальный ремонт зала. Каждый год мы его чиним, и он нуждается в ремонте, потому что здание стоит на земле. Старое, без фундамента. Вот такие технологические нюансы, как там вентиляция, были нарушены. Причем мы осметили уже полностью этот зал. Смета стоимостью 4 миллиона, направлена в краевую целевую программу. Я думаю, мы справимся полностью, и зал будет суперсовременный. Установить временное покрытие в спортзале рабочие обещают уже к середине следующей недели. А пока все ученики во время урока физкультуры, конечно, если позволит погода, будут заниматься на спортплощадке школы. Ее несколько лет назад по губернаторской программе сделали современной и отвечающей всем требованиям. Кстати, такими объектами могут похвастаться далеко не все средние учебные заведения города. Что касается школы в целом, то она самая старая в Адлерском районе курорта. Построили здание еще в 1936 году. Здесь обучались грамоте многие известные жители города. А во время Великой Отечественной войны здесь не учили, а лечили. Это был госпиталь. Своего рода 49-я школа – это памятник истории Сочи. Были предложения снести это здание и на его месте построить новое современное учебное заведение. Но в городе по настоянию общественности решили сохранить его для потомков. Фундамент, стены, перекрытия в хорошем состоянии, уверяют в администрации района. Каждое лето, как и во всех учебных заведениях города, здесь проводят косметический ремонт. Что касается крыши, то уже этим летом ее полностью заменят на новую. Муниципалитет на это выделяет 3 миллиона рублей. Инга Габеши, телекомпания ФКТ.